Всем огромное приветики! Меня зовут Таня, а вы на моем youtube канале о DIY творчестве и дизайне. Если ты еще не знаешь, как выглядит моя кухня, обязательно посмотри видео по подсказке сверху. Мне кажется, что внешне она выглядит просто божественно, а вот к внутрянке есть некоторые вопросики. Очень долгое время у меня руки не доходили до наведения порядка внутри ящиков и меня это дико бесило. Но я берегла этот беспорядок специально для вас. И сейчас самое время это исправить, а потому погнали! Вот таким образом сейчас выглядят мой средний и верхний ящики. Чего тут только нет! И чай, и таблетки, и губки для посуды, и приборы, формы для выпечки. И даже фондюшница затесалась. А в нижнем ящике вообще черт ногу сломит, еда в перемешку с посудой. Сами понимаете, это никуда не годится. Первым делом нужно избавиться от всего содержимого ящика и хорошенечко пропылесосить и протереть пыль. Далее я делаю предварительную расстановку всего содержимого в том порядке, в котором оно будет позже в нем располагаться. Чтобы было проще сориентироваться в пропорциях лотка и делаю замеры. Ах да, я еще не сказала, сейчас мы будем делать лоток под приборы. Для этого я беру фанеру, моя 6 миллиметров толщиной и делаю разметку деталей по ранее снятым размерам. В моем случае это прямоугольники разной длины. Думаю, нет смысла перечислять вам их размеры, так как у всех они будут свои. Мелочевку я напиливаю лобзиком, полагаясь на свои прямые руки. А вот самые длинные детали все-таки отпиливаю с помощью упора. Ну, чтобы наверняка. А всю оставшуюся стружку я бережно сметаю в кучку и собираю в пакетик 100% когда-нибудь пригодится. Ну и, конечно же, все детали нужно тщательно зашлифовать со всех сторон. А чтобы было удобнее шлифовать торцы, можно скрепить все детали с помощью струбцин. После шлифмашинки я еще раз, но уже вручную и более мелкой наждачкой прохожусь по всем деталям. Конечно же, не забываем все обеспылить и можно переходить к склейке. Склеивать я буду вот таким ПВА. Он предназначен для склейки паркета и заявлен как водостойкий. Склеивает очень быстро. Для таких работ подходит идеально. Также после предварительной примерки я все детали заранее пронумеровала и поставила отметки, где будет верх, а где низ, чтобы не запутаться во время склеивания. Ну и, наконец, выставив и выровняв детали, я стягиваю их струбцинами. Очень, кстати, рады их приобретению, действительно полезная вещь. Далее я постепенно собираю весь конструктор воедино. Не забывайте сверяться с размерами, а также проверять углы, чтобы нигде не было перекосов и завалов. Чуть не забыла сказать, чтобы верх изделия смотрелся максимально аккуратно, я склеивала его вверх ногами для того, чтобы все досочки были на одной высоте. Теперь его можно перевернуть и закончить склейку одного из отсеков, в котором перегородки будут чуть ниже остальных. Это отсек подложки и вилки. Разметку для каждой последующей перегородки отмечаю, отталкиваясь от предыдущей и сразу сверяю все углы. Так как я пилила все с помощью лобзика, то кое-где неизбежно образовались небольшие щели. Это, конечно, не критично, но я хочу, чтобы все было идеально, а потому зашпаклевываю их. Теперь места шпаклевания нужно немножко подшкурить и можно переходить к грунтованию, потому что следующим шагом будет покраска. Грунтовка поможет все еще раз обеспылить, а также избежать лишнего впитывания краски в деревянную поверхность. Окрасить я буду остатками дюлокс, который использовала для фартука на кухне. Она моющаяся и отлично себя зарекомендовала. Остается лишь заколировать. В моем случае это будет серый, так как внутрянка всех ящиков серого цвета. И перехожу к окрашиванию. Сначала я пробовала красить с помощью губки, но мне не понравилось, что она оставляет крупную шагрень. Тогда я решила взять валик и дело пошло намного быстрее, но он слишком сильно впитывал краску. В итоге я остановилась на обычной кисточке. К моему удивлению, она не оставляла борозд, которых я так боялась. Плюс ей также удобно прокрашивать углы. Не ленитесь в выборе инструмента. Подходящий заметно облегчит и ускорит вам работу. После первого слоя я прохожу с мелкозернистой наждачкой, чтобы максимально сгладить все поверхности. И наношу второй слой с помощью кисти с тонким ворсом. А также, чтобы ничего никуда не затекало, установила всю конструкцию на подставку. Как вы уже могли заметить, у моего лотка нет дна. А все потому, что роль дна будет выполнять фетр, уложенный на дно ящика. Заказала на озоне кусок фетра размером 50 на 70 сантиметров. Уложив его в ящик, с помощью карандаша отмечаю фактический размер. И отрезаю все лишнее. И наконец, время примерки. И кое-где с небольшим усилием лоток встал как влитой. Теперь устанавливаю все ящики на свои места. И да, мне пришлось их достать, так как по-другому лоток не входил. А чтобы достать верхний ящик, нужно достать и средний. Пришло время заняться и им. Пространство в нем также совершенно неорганизовано. И больше всего мне не нравится, что почти все полезное пространство съедает вот эта белая сушилка для посуды. Которая была куплена на первое время, но простояла несколько месяцев. Конечно же, наводим чистоту и здесь. И первое, что я хочу сделать, это постелить вот такие силиконовые коврики. Так как в этом ящике у меня будет располагаться сушилка для посуды. Для этого я делаю разметку, исходя из размеров ящика. И отрезаю. Укладываю внутрь, а сверху стилю вот такие мягкие коврики для посуды из фикс прайса. Они очень классные, хорошо впитывают и совсем недорогие. Также на Азоне я заказала вот такой лоток под приборы. Но я буду использовать его в качестве сушилки, подложки, вилки и ножи. Рядом устанавливаю вот такую подставку под тарелки. А все кружки и прочие приборы или кастрюли буду ставить на оставшемся пространстве. Теперь все пространство ящика будет использоваться максимально эффективно за счет расширения полезной площади и ее организации. Ну и конечно пришло время заполнить верхний ящик. В ближней части лотка у меня будут храниться приборы, вилки, ложки и так далее. В дальней части будет располагаться чай, мед, либо какое-то варенье. Правую часть я не стала делить на секции, чтобы хранить там различные лопатки, поварешки, венчики и тому подобное. А самая крайняя часть ящика будет отведена под различную мелочевку, вроде пакетов, прихваток, бумаги для выпечки и прочего. Вы только вспомните, как это выглядело до и как это выглядит сейчас. Ну а тем временем я займусь нижним ящиком. Как и в случае с предыдущим, нужно достать и рассортировать все содержимое. Еду к еде, посуду к посуде. На дно я стилю такой же силиконовый коврик, как и в среднем ящике, но в данном случае, чтобы лишний раз его не царапать. После различных доставок у меня остались вот такие огромные куски картона. Естественно, я не могла их просто так выбросить, они покорно ждали своего часа на лоджии и вот он настал. Для начала я избавляюсь от старого скотча и перехожу к разметке. Из этого картона я буду делать коробки под продукты. Я заранее сняла необходимые размеры, исходя из размеров самого ящика. После чего вырезаю нужное количество деталей. Для прочности дно я решила сделать двойным, чтобы лишний раз не прогибалось. Теперь одну за другой начинаю приклеивать стенки коробки с помощью горячего пистолета. Быстро и надежно. А также дополнительно проклеиваю все стыки для надежности. Теперь для того, чтобы облагородить нашу коробку, я снимаю ее фактические размеры, чтобы в дальнейшем сшить чехол. У меня в закромах завалялась вот такая серая ткань. Метра 4, наверное. Мне, конечно же, столько не понадобится, но по цвету она отлично подойдет. Размечаю все необходимые детали, не забывая про припуски на швы. Можно вырезать. Донышко пока откладываем в сторону, а все остальные детали скрепляем булавками по кругу и садимся за машинку. Продолжение следует... Вот такая труба у меня получилась. Теперь к ней нужно прикрепить донышко и прострочить на машинке. Выворачиваем наш чехол и хорошенечко расправляем все углы. Пришло время примерки. Сел как надо, осталось лишь подогнуть свободный край ткани и закрепить все горячим пистолетом. Я начинаю с длинных сторон и двигаясь от середины к краям разглаживаю ткань и лишь в самом конце закрепляю углы. Внутрянку мы в таком виде тоже не оставим и также сошьем для нее чехол. Я решила выбрать ткань белого цвета, такая как у меня в магазинах тканей позиционируется как техническая и стоит в пределах 100 рублей за метр. Например, мне отрез длиной метр двадцать обошелся в 70 рублей. Внутренний чехол раскраиваю по принципу наружного и лишь в высоту прибавляю еще около 5 сантиметров. И сшив чехол, оформляю край, подвернув его на пару сантиметров и прокладываю строчку на машинке. Затем вкладываю чехол в коробку вот таким образом. И вот теперь наша коробка принимает законченный вид. Самое время наполнить ее продуктами. Таких коробок я сделала две штуки. В первой у меня будут храниться различные крупы, макароны и консервы. А вторую я решила отвести под всякие вкусняшки, типа сухих завтраков и прочих сладостей. Рядом я расставляю всю свою немногочисленную посуду. Думаю, что многие из вас уже знают лайфхак, как избавиться от визуального шума и ярких упаковок. Я тоже не могу им не воспользоваться и пересыпаю часть продуктов в отдельные баночки, такие как сода и мука. В таких же контейнерах у меня уже хранятся соль и сахар. Лично мне удобно хранить все приправы и специи в выкатной бутылочнице, а потому и эти баночки отправляются туда. И наконец осталось единственное место, которое нужно привести в порядок, и это пространство под раковиной. Пока я не буду особо мудрить и просто наведу тут чистоту. От различных полиэтиленовых пакетов я пока избавиться не готова, но привести их в опрятный вид вполне. А потому организую новый пакет с пакетами. За кадром я сделала еще одну вот такую небольшую коробочку, в которой у меня будут храниться все губки, тряпочки и мусорные мешки. Конечно же возвращаю ведро на место. И у меня остается вот такая интересная штучка, это держатель для бумажных полотенец. Конкретно этот мне понравился способом своего крепления за счет пластинки на клейкой основе. Выбираешь место, куда хочешь повесить, отклеиваешь защитную пленку и вуаля, легкий и незаметный. В отличие от крючков, которые навешиваются на саму дверцу и становятся видны с лицевой стороны. Ну и напоследок разберемся с холодильником. Я купила вот такие контейнеры в овощной отсек, потому что мне дико надоело вот это огромное количество пакетов, из-за которых вообще непонятно, что у тебя там лежит. А некоторые овощи вообще в них загнивают. Как вы могли заметить ранее, купив контейнеры, я придумала для них красивую расстановку. Вот только я не измерила овощной отсек, и моя идеальная расстановка в него не влезла. Я их крутила, вертела, но все-таки нашла более-менее удачное расположение. Теперь я могу с уверенностью сказать, что получаю максимальное удовольствие от своей кухни. Ведь так важно, чтобы все было красиво и функционально не только снаружи, но и внутри. Вот так выглядит моя кухня на сегодняшний день. Если вам было полезно это видео, то обязательно поставь ему лайк. А также, если вы лично для себя выработали какие-то кухонные лайфхаки, то обязательно напиши мне об этом в комментариях, мне очень интересно будет почитать. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Всех целую. Всем пока!